Сейчас это небольшое предприятие в Шуйском районе перерабатывает 9 тонн молока в день. Но уже через несколько недель производитель планирует выйти на цифру 15 тонн. Все возможности для этого имеются. ООО «Молочко плюс» посетил губернатор Павел Коньков. Мы проведем совещание для того, чтобы наши муниципалитеты такие переработки поддержали. Нам важно, чтобы переработка шла в селе. Конечно, у нас есть крупные производители, предприятие молоко в Иванове. Но все-таки рабочие места, острее в них нуждается сегодня всего. Молоко, творог, масло, кефир. Шесть поставщиков сырья со всего региона. Производитель уверяет, все натурально и экологично. Вся линейка, которую мы выпускаем, она натуральная. Если есть понимающие люди, то даже по технологическому оборудованию можно посмотреть, что мы физически не можем перерабатывать сухое молоко, работать на растительных жирах. То есть у нас нет ни диспергаторов, нет жиротопок. Только исключительно натуральное молоко. Тягаться с предпринимателями, кто работает на сухом молоке, заменители молочного жира, у компании не получается. Себестоимость продуктов с добавками гораздо ниже. Это и привлекает торговые сети. Сейчас мы подошли к такому периоду, когда мы, скажем так, с семимильными шагами наращиваем переработку. Действительно, да, мы сбыт нашли. К сожалению, Ивановская область от общей переработки потребляет нас порядка всего 10%. То есть порядка 90% вырабатываемой продукции уходит у нас в Москву, в Московскую область. С федеральными сетями в Иванове отношения пока не складываются. Да и вообще молока с целующимися коровами на коробке в областном центре не найти. В регионе фирма представлена только в Шуе. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуйский район.